По поводу Тины Канделаки. Ей запретили въезд в Казахстан, и в ответ она накинулась на Казахстан за то, что там переименовали на казахский манер несколько железнодорожных станций и так далее. Что известно об этой всей истории? Почему ей запретили въезд в Казахстан? И вот какое вообще в Казахстане сейчас отношение к пропагандистам, которые, кстати, постоянно, бесконечно грозят Казахстану войной? Отношения у народа четкие, однозначные, и реакция у народа тоже однозначная. Народ считает, что все эти пропагандисты рашистские, они не имеют права вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Поэтому очень много выступлений в адрес той же Канделаки, как раньше против Киасаэна, Симоньяна выступали, против Жириновского были множество выступлений. Что касается именно Канделаки, то тут произошло все не так. Наоборот, сперва она выступила с критикой Казахстана, что в Казахстане идет давление на русских, идет атака на русский язык, привела какие-то примеры. И после этого пошли выступления уже со стороны сперва из народа, а потом и власти пришлось реагировать. И один из представителей МИД заявил следующее. Там нет категорических слов, но было сказано следующее, что понятно, что Тина Канделаки сейчас не может, она не приезжает в Казахстан, но если она вдруг захочет приехать в Казахстан, то, скорее всего, ей вес будет запрещен. Он был именно в таком ракурсе сказан, понимаете? Ну, вероятно, ей запретят, но надо понимать, Тина Канделаки, кто такая Тина Канделаки? Она не занимает официального поста в российской верхушке, она не является, в принципе, ведущим пропагандистом, как Соловьев или Симоньян. Поэтому, ну, с Тиной Канделаки, наверное, Тукаевский район как-нибудь может справиться, действительно может запретить. И, скорее всего, ее не пустят в Казахстан, конечно. Продолжение следует...